Данный мотоцикл относится к классу эндуро. Он достаточно старый, но ездит их еще много и приезжать к вам будет много. У него есть две особенности. Первая это механический датчик скорости в переднем колесе. О нем мы расскажем чуть позже. Вторая это натяжение цепи на заднем колесе. Оно осуществляется путем двух экцентриков, при съеме которых натяжение цепи у вас обязательно уходит. Как этого избежать и оставить натяжение цепи на прежнем уровне, мы вам сейчас расскажем. Натяжение цепи на данном типе мотоцикла осуществляется путем вот этого экцентрика. Точно такой же у нас находится с другой стороны мотоцикла. Поэтому дабы нам не потерять каким было натяжение цепи, мы ставим вот здесь эту меточку. И с другой стороны соответственно тоже. Меточка наносится либо карандашом, либо маркером. Лучше карандашиком, он легче потом сотрется. И все. После этого мы откручиваем гайку в креплении колеса и разбираем колесо точно так же, как и на всех остальных мотоциклах. Снимаем гайку, вынимаем ось. Данный мотоцикл у нас оснащен всего одним тормозным диском, одним суппортом соответственно. То есть нам ничто не помешает колесо это вынуть. Как вы видели, все гайки у нас находятся с одной стороны. То есть мы делаем так же, как и везде. Ослабляем ось, которая контурится у нас путем вот этих гаечек. Опять-таки же полностью мы их не выкручиваем, мы их просто ослабляем. Вот так выглядит механический датчик скорости. Абсолютно везде, на всех мотоциклах они одинаковые. Как видите, устроен он очень просто. Ваша единственная задача, чтобы он вот этими шлицами попал поверх этих шлицов. Соответственно, вот эта часть должна быть вот в этом диапазоне. Поэтому аккуратненько его ставим. Он должен у нас ровно прилечь. Раз вот он у нас лег ровно, все хорошо. Если он у нас чуть попал, вот в данном случае видно, что он не ложится на 3-4 мм до диска. Значит, просто чуть-чуть поворачивайте, и вот он у нас утапливается, садится на место. Все. Больше никаких нюансов здесь нет. То есть, ваша задача одна. Просто четко попасть на колесо. Потом аккуратненько закатываем колесо на место и собираем в обратной последовательности. Втулка затягивается не жестко, никакого усилия над ней пломового быть не должно. Просто затянули от руки, достаточно. Всегда прокачиваем передний тормоз. Колодочки садятся на место, можно проверить. То есть, колесо крутанули, зажали, все, тормоза на своем месте, колесо прикручено. Мотоцикл готов к использованию.